Добрый день, меня зовут Мария Шакарова. Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину и Игорю Викторовичу Краснову. Наш дом по улице Крымская, дом 7А, признан аварийным в 2019 году. Его снос и расселение запланирован на 2025 год. В связи с тем, что проживать в своей комнате в аварийном доме невозможно, я с двумя детьми на протяжении двух лет вынуждена снимать жилье, при этом продолжая оплачивать коммуналку за комнату, в которой не живу. В связи с создавшейся для моей семьи сложной ситуацией, в январе 2023 года я написала обращение в Следственный комитет. Почти 8 месяцев шла проверка. В августе 2023 года меня признали потерпевших по уголовному делу по статье 293 «Халатность при нерасселении аварийного жилья». В интересах своих детей я обратилась в суд и выиграла его, несмотря на попытки администрации Саратова обжаловать вердикт. По решению суда нам положено новое благоустроенное жилье взамен аварийного. Было возбуждено исполнительное производство. И вот уже почти полгода не могу добиться исполнения решения о предоставлении нового жилья. Меня дважды приглашали на встречу с представителями администрации города в областное следственное управление. 18 сентября 2023 года было обещано закупить жилье до 1 ноября. 7 декабря на очередной встрече с представителями комитета по управлению имуществом, которая также прошла в областном следственном управлении, выяснила, что квартиры есть 4 штуки. В новостройке для переселенцев ЖК «Лето». Однако было сказано, что мне по каким-то причинам ни одну из них предложить не могут. Также в ноябре на меня пытались оказать давление. Мне звонили из кризисного центра «Семья, управление соцзащиты, Центр социальной помощи» со словами «Но вы же жалуетесь, что вам негде жить». При этом мне предложили пожить в кризисном центре и сказали, что опека мне тоже позвонит. Кто дал мой номер и по какой причине, я не знаю. Теперь дочь постоянно боится, что ее заберут органы опеки. Прошу вас, чтобы расследование дела по статье «Халатность. Перерасселение аварийного жилья» в Саратове передали в Центральный аппарат Следственного комитета. На протяжении всего этого года идет постоянная переписка с областной прокуратурой, правительством Саратской области и приставами. Дело по статье 315 УК по заявлению о неисполнении судебного решения приобщили к расследованию уголовного дела «Халатность». Прокуратура тоже никаких нарушений не видит и не заставляет исполнять судебное решение. Мол, в области нет денег, ждите. Все бесполезно. По кругу приходят отписки ото всех. С одним и тем же текстом только меняются даты. «Вся суть сводится к одному. Нет денег. Закупить не можем, так как у них на исполнении более 120 решений суда. И в год исполняют 10-15». Сейчас идет слушание по делу Тепина о непредоставлении квартир детям-сиротам. Получается, что исполнение судебных решений по аварийным домам намеренно допускается в такая же ситуация и никому нет дела, что очередь только растет. Единственное желание моей дочери было встретить Новый год в своей квартире, а не в съемной. Я готова предоставить все ответы из следственного управления, прокуратуры, правительства области и приставов. Считаю, что все, что творится с исполнением решений по аварийным домам, это полнейшее издевательство и унижение над людьми. Мы обиваем пороги, пишем письма, но всем все равно. Уважаемый Александр Иванович и Игорь Викторович, прошу вас, помогите, пожалуйста.